Сухумский государственный колледж Сухумский государственный колледж Как и многие другие, выживал в условиях постоянного недостатка финансирования И если учебный процесс удалось возобновить, то само здание постепенно приходило в упадок Дети занимались в аудиториях без стекол и отопления Крыша протекала, мастерские были не укомплектованы, а спортзал разрушен После войны единственное, что здесь сделали, вот в этом старом здании сделали ремонт крыши С тех пор тоже прошло лет 25, скажем так, 20 Ну, крыша тоже, сами понимаете, сделана была так Что текло прямо в учительский текло Мы подставляли там посуду, какую имели Ну, это, конечно, было ужасное положение В аудиториях ужасное состояние Холодно, особенно зимой, да И стены, не стены, все даже в коридоре невозможно Знаете, я вам даже скажу такое Я видела несколько раз вот так Родители приводят своих ребят И после школы, школы все-таки у нас в лучшем состоянии И они когда видели внутри уже в каком состоянии Они уходили В 2019 году в Абхазии стартовала совместная программа ООН и Европейского Союза По улучшению среднего профессионального образования Руководитель этого проекта Рафиса Базов В прошлом проректор Национального университета Казахстана Педагог с более чем 20-летним стажем работы В рамках программы были организованы консультации с многочисленными участниками среднепрофессионального образования К 2020 году в результате этих консультаций был разработан план действий Помощь, которую получают абхазские техникумы и колледжи в рамках совместной программы ЕСООН стоит на трех китах Первый кит или первое направление это техническое оснащение и ремонт самих колледжей То есть мы хотели поработать над улучшением всей линейки технического оснащения Чтобы молодежь пришла и могла работать на самом современном оборудовании На самых современных компьютерах Второе направление, конечно, преподаватели И мы постарались сделать все возможное, чтобы организовать тренинги для преподавателей колледжей Чтобы улучшить их знания в современных подходах к образовательному процессу Современные технологии, которые мы используем в образовательном процессе А также помочь им организовать учебные программы по самым современным предметам И третье направление, конечно, это работа с молодежью Ни для кого не секрет, к сожалению, в последние годы это происходит во всем мире Престиж против образования немного, скажем так, хромает или отстает Поэтому мы постарались сделать все возможное для того, чтобы престиж образования среди молодежи поднялся Сухумский государственный колледж – одно из пяти среднепрофессиональных учреждений Абхазии Которые получают помощь в рамках совместной программы ЕСООН В 2020 году здесь произвели капитальную замену кровли и всех окон А также отремонтировали отдельный учебный блок с тремя классными комнатами Валентин Шелудько, выпускник Сухумского государственного колледжа Работает электромонтером в столичном управлении электрическими сетями В первый рабочий день коллеги Валентина объяснили, что знания, которые он получил в колледже, устарели И ему придется практически учиться заново С тех пор прошло несколько лет, Валентин освоил профессию электрика и успешно ликвидирует аварии Хотя изначально мечтал быть строителем Вначале у меня была мечта, конечно, учиться на строителе Но не совсем строитель, а хотел стать прорабом Но потом как-то не зашло ни туда, ни сюда И с друзьями мы перешли на радиотехнический К сожалению, наш курс не набрался на радиотехнический, нас перевели как в электриков Мы как-то начали, начали, понравилось и втянулся Но как-то выучился, все хорошо Но было не очень, это теорию постоянно читать, писать, читать, писать Это не такое себе Тем более мы учились с оборудованием, которым уже, наверное, лет 100-150 Три года прошло, потом у нас пошла практика год Я вот устроился в СОЭС, ребята мне начали показывать, учить всему Честно вам скажу, из 100% всех знаний, 90% практика, ну, 5% скажем, это теория И еще 5% это личные разговорные Основная такая базовая ступень То есть, с чего начинают работу все электрики и все люди, которые вообще пытаются сами дома сделать ремонт своими силами Повесить лампочки, поставить розетки, поставить выключатели Благодаря поддержке совместной программы ЕСООН, класс для изучения электрики и электроники теперь выглядит так Он отремонтирован и оборудован в соответствии с современными стандартами Джамал Замула по профессии инженер-программист, но последние 15 лет работает в сфере телекоммуникаций и электросетей Кроме того, Джамал 8 лет работал преподавателем в Абхазском государственном университете Так что педагогика ему тоже близка По приглашению ПРООН, Джамал Замула разработал новую образовательную программу для студентов Сухумского государственного колледжа По окончании которой молодые люди смогут получить квалификацию электромонтер второго разряда Раньше, заканчивая этот колледж, дети не получали второй разряд То есть, они не могли работать электриками Они продолжали учиться, получали определенную специальность Но по электрике работать как бы не представлялось возможным Мы разработали программу, позволяющую студентам получить второй разряд Мы общались с гос. нашими структурами, в частности с энергонадзором Ребята пошли навстречу студентам В том плане, что, во-первых, они сделали скидку на оплату при получении удостоверения И вообще дали такую возможность получить второй разряд Поэтому мы будем проводить обучение достаточно жестко и серьезно Потому что они будут дальше работать с людьми Но они смогут зарабатывать себе на хлеб Как вы будете искать работу? Вот каждый из вас Леварса, как ты думаешь, как ты будешь искать работу? Еще один подарок колледжу от совместной программы ЕСООН По улучшению среднего профессионального образования Это новый центр профориентации Этот центр создавался под кураторством Ирмы Чанба Сотрудницы международных организаций и тренера с большим опытом Главная цель – помочь студентам определиться с выбором профессии и найти работу Так, ну давай, расскажи немножко о себе Самое важное – это, наверное, профориентация То есть человек должен знать, почему он приходит в эту профессию Зачем он приходит в эту профессию Есть ли у него вообще к этому тяга и будет ли он этим заниматься То есть мы должны уйти от той системы, когда мы просто шли в профессию, чтобы получить диплом Сегодня это не нужно никому Диплом или какой-то аттестат – это для того, чтобы ты был трудоустроен и был востребован И второе – то, что уже потом навыки по трудоустройству были Чтобы они свою профессию смогли применить на практике У нас, в принципе, рынок труда есть Если мы сегодня, по статистике, от 20 до 40% людей, которые получают работу Это люди, которые приезжают из-за рубежа То есть этот рынок труда, значит, существует Почему мы привозим сюда, например, специалистов, хороших поваров? То есть, значит, нужно переориентироваться и так построить работу, чтобы этот повар был востребован Чтобы студенты среднепрофессиональных учреждений получали актуальные знания Совместная программа ЕСООН уделяет большое внимание повышению квалификации педагогов И одно из направлений – поездки за рубеж для изучения международного опыта До начала пандемии коронавируса было запланировано три поездки В Италию для изучения промышленности В Северную Македонию перенимать опыт организации малого и среднего бизнеса И в Турцию, чтобы увидеть, как местным удалось поднять престиж рабочих профессий среди молодежи Тотальный локдаун по всему миру внес свои коррективы И пока что абхазская делегация успела побывать только в Италии В 2019 году в ноябре мы вывезли группу преподавателей и молодых предпринимателей Именно в Турин и в Милан для изучения итальянского опыта Это была очень интересная поездка, которая позволила сфокусировать внимание на одном аспекте Взаимодействии бизнеса и колледжей по организации производственной практики И вот мы посетили примерно, если не ошибусь, до 20 предприятий Представители организаций малого и среднего бизнеса Сектора туризма, промышленности, торговли, ресторанов И по всей этой линейке посмотрели, как организуется производственная практика И вот этот опыт мы пытались привести сюда И уже организовали в этом году три направления, по которым наши студенты происходят студенческую практику на уровне международных стандартов Этот пластик называется филамент Это специальный пластик с небольшой температурой плавления Он подается вот через эту трубочку Специалист в сфере информационных технологий, директор первой в Абхазии IT-школы STEM Дамей Джонуа Тоже большой друг Сухумского государственного колледжа и совместной программы ЕСООН по улучшению среднего профессионального образования Благодаря его труду и финансовой поддержке программы в колледже появился класс с 20 персональными компьютерами, проектором и 3D-принтером Это современный IT-класс, который оборудован классной техникой, которая позволит обучаться в принципе любой IT-профессии Например, такие профессии, как архитектор, 3D-моделлер, аниматор, графический дизайнер, программист Программистов там тоже огромное количество разных Бывает это веб-программист, программист, который занимается мобильной разработкой, бэкэнд-программист и так далее То есть на самом деле огромное количество различных профессий, где сегодня компьютер просто необходим для того, чтобы получить актуальные знания А зам компьютерной грамотности Дамей Джонуа будет обучать как студентов, так и преподавателей колледжа Есть идея делать совместные группы с учениками IT-школы STEM, чтобы показать школьникам, что современное образование можно получить не только в университете Если мы не создадим условия, чтобы молодежь Абхазии обучалась современным профессиям, мы будем исключены из будущего, уверен Дамей Джонуа Представьте себе ситуацию, что завтра зайдет сюда условно Тинькофф, да, банк Автоматически все наши банки закроются, потому что они неконкурентоспособны У них очень много цифровых продуктов, которые создают удобство Зайдет сюда любой такси, да, который там Яндекс.Такси, Uber и так далее Убивает весь местный рынок, да То есть это все ведет к тому, что мы автоматически теряем конкуренцию Если у нас не будет своих кадров, которые создают свой продукт, либо смогут поддерживать какой-то сторонний, то есть купить и поддерживать сторонний продукт Мы теряем конкурентное право в мире Профессия в сфере информационных технологий может открыть границы для молодежи из Абхазии Уже сегодня тысячи молодых людей из разных стран работают удаленно на крупнейшие мировые корпорации По данным Яндекса, доля IT-вакансий среди всех предложений работы год от года стабильно увеличивается Причем рынок благосклонно относится к новичкам С 2016-го объем вакансий начального уровня вырос почти на треть В 2020 году примерно 40% новых рабочих мест создавалось именно в этом направлении Это компьютерные технологии, это программирование, это искусственный интеллект, это робототехника Вот вся линейка, 40% самых престижных работ И в принципе в сегодняшнем мире для молодежи нет необходимости, например, куда-то уезжать Они могут сидеть здесь, в этом компьютерном зале, могут сидеть, скажем, на квартире, могут выйти на пляж Главное, чтобы у них был доступ к хорошему знаниям, чтобы они знали, как это работает Доступ к хорошему компьютеру и хорошему интернету И они могут обслуживать любую компанию мира Яндекс, Мейл.ру, Одноклассники, Гугл, Майкрософт, любую компанию И это уже происходит в многих странах мира Мы отслеживали опыт, например, Белоруссии, Российской Федерации, Казахстана Там это уже происходит Они начали, скажем, 10 лет назад и уже продвинулись достаточно вперед И мы думаем, что это возможно в этом направлении продвинуться вперед Опыт Казахстана в развитии информационных технологий может стать примером для Абхазии За последние пять лет Казахстан стал известным в мире технологическим хабом Здесь работают местные и привлеченные программисты, инженеры, дизайнеры Действует государственная поддержка стартапов в сфере IT И регулярно проводятся конференции, где инвесторы встречаются с авторами проектов Заместитель председателя правления компанией Национальное агентство по технологическому развитию Казахстана Жуматай Салимов участвует в онлайн-тренингах для педагогов абхазских колледжей И делится опытом своей страны Если раньше были ограничения, вот наши бабушки, папы Обучались в основном где? В основном это была школа, университет, университетская библиотека Все, этим источник знаний был ограничен Сегодня вы сами знаете, многие мировые передовые вузы, такие как MIT, Массачусетский институт технологий Они абсолютно в свободном доступе открывают все свои ресурсы, все лекции Единственный, наверное, раздерживающий фактор это английский язык Я уже тоже говорил слушателям, преподавателям колледжей Сделать большой упор на английский язык, сделать большой упор на все, что связано с IT, с интернет-технологиями Я считаю, в целом народ Абхазии очень такой любознательный, интеллектуальный Молодежь такая, очень энергичная Мне приятно было тоже пообщаться Сегодня, на самом деле, можно находиться где угодно И в Абхазии, и в Казахстане, и на Канарских островах И спокойно работать в IT-проектах, зарабатывать миллионы Надо подумать, каким образом создать этот каркас Чтобы удержать ребят здесь, возле моря, на пляже И чтобы они были миллионерами в своей родной стране Сухумский дом юношества принимает участие в совместной программе ЕСООН по улучшению среднего профессионального образования Сотрудники СДЮ разработали два пособия для студентов и педагогов колледжей Где собраны данные об инновационных техниках обучения Директор дома юношества Елена Кобахия считает, что в Абхазии есть все для создания технопарка И такое объединение может послужить стимулом для молодежи к освоению технических профессий В каком-то виде, может быть, зачаточном, конечно, но тем не менее, эти технопарки в Абхазии уже есть Вот благодаря усилиям Дамея Джонова, да, вот эта лаборатория, которая открыта в Абхазии Это вот один из очень важных элементов технопарка Ну вот объясню как бы наше видение, наше представление о том, что такое технопарк Конечно, это вот такая современная площадка для разработки и внедрения новых каких-то технологий Инновационных технологий Но это такая вот аккумуляция и научных знаний, и практических работ И обязательная реализация и выдача на гора какого-то продукта Мы не говорим сейчас о гигантских технопарках, которые существуют в мире, например, да А вот какие-то вот небольшие объединения этих кластеров, да, вот кластерного такого технопарка Это вполне можно, мне кажется, делать И это действительно привлечение и молодых людей Это и работа с кадрами, это и новые рабочие места Это и возможность привлечения каких-то инвестиций В 2020 году в сотрудничестве с телекомпанией Абаза ТВ был создан цикл репортажей о людях разных профессий Это 12 историй успешных предпринимателей, представителей рабочих профессий Которые, имея высокую квалификацию, реализовали сами и помогают другим Мастер-строитель, повар, автомеханик, швея, электрик и многие другие Влюбленные в свое дело профессионалы Рассказывают о том, как пришли к успеху И приглашают студентов колледжей к себе на практику Идею, честно говоря, подсказала мне мама Ну, она предложила, точнее, взять кофемолку И просто молоть кофе там в магазине поставить Чтобы я у нее не просил денег Я, естественно, согласился Сложности у нас большие с кадрами Потому что у нас нет дизайнера своего Нет своего бухгалтера Нет электрика Нет торгового представителя Когда имели мы свою кофейню Там у нас не было бариста нашего Сегодняшний день мы ведем сотрудничество с ПРООН Сейчас они новый колледж отремонтировали И оттуда мы сейчас будем набирать людей на практику 25 лет назад, сразу почти после войны Была идея создать небольшую бригаду Строительную бригаду И через несколько лет вот собрал хороших ребят С которыми начали выполнять какие-то виды отделочных работ Все это время я видел, что уровень квалификации специалистов Не настолько высок И это основная проблема, с которой мы сталкивались То есть квалифицированный мастер, квалифицированный инженер Профессионал своего дела Это мой опыт показал, что это редкость Специальность мастера строительных работ Это престижная специальность Люди этой специальности, они востребованы Они всегда при деле, у них есть работа Есть как бы кусок хлеба, так сказать Когда-то учился на маляра, на автомаляра Много лет назад Потом начал заниматься полировкой Мне это очень... Ну я просто люблю свое дело И все... Мое образование это вот это вот... Я этим живу У меня сейчас занято 5 сотрудников ребят До этого было больше, еще 3 ученика было, которых мы отпустили Вы знаете, я даже рад Я буду очень рад, если я увижу заинтересованные лица Ребят, которые придут и скажут Да, мне интересно, обучите Если так говорить, то в России люди платят большие деньги Для того, чтобы обучиться этому А мы это даем вот так просто Для того, чтобы люди научились и развивались Так что я с огромнейшим удовольствием Наши двери открыты всегда И мы готовы к этому Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Совместная программа ЕСООН по улучшению среднего профессионального образования Подходит к концу в январе 2022 года В рамках программы уже отремонтировано более полутора тысяч квадратных метров учебных площадей Закуплено новое современное оборудование Планируется реконструкция колледжа в Ткуарчале И помощь учебным заведениям Гагры и Гудауты Но все это лишь одна вторая техническая сторона поддержки Менеджер программы Рафиса Базов, рассуждая о планах, говорит, что следующий год пройдет под девизом «три раза по сто» «Мы намерены провести курсы повышения квалификации и переподготовить 100 преподавателей абхазских колледжей Привлечь 100 молодых специалистов, предпринимателей и практиков к обучению студентов колледжей А также помочь 100 молодым людям освоить современные профессии И из этих специалистов сформировать устойчивую команду, которая будет развивать среднепрофессиональное образование в Абхазии Даже когда совместная программа ЕСООН завершит свою работу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok